Привет друзья! Публикуем рассказ сразу двух экипажей о модификации российских танков Т-72Б3М. Основное отличие Т-72Б3М от Т-72Б3. Новый двигатель, уровень защиты танка теперь приближен к танку Т-90М. Установлена обновленная версия прицела со знаку, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел на рабочем месте командира машины. Это Т-72Б3М. Честно, машина очень хорошая, быстрая, проходит везде. Особенно же у него быстрый двигатель, намного лучше, чем на Т-72Б3. И так она себя показывает хорошо. Особенно нравится и в Б3М, и в Б3 есть тепловизор на этой машине. Да, вот этот навес очень хорошо помогает даже при артов стрелах. Прямое попадание будет даже сверху, то есть уже можно спасти экипаж сам. Будет, конечно, сильная контузия. Против дживелина в первое время, сейчас они не используют дживелин. Очень хорошо помогает и очень хорошо себя показал этот козырек. Это Т-72Б3М. Уже современного образца. Ну, добавили управляемые снаряды. Нужно управляемыми снарядами стрелять. Радиостанция хорошая. 168-я добавилась. С ней очень хорошо работать. Всем нравится. Механика очень много добавлена. Компьютер уже, я так понял, стоит, потому что пока машина не прогретая, запуск она не разрешает. Котлон прогрелся, лампочка погасла, температура масла, ты можешь запускать машину, она тебе разрешает запуск. Буксир, тумблер появился у механика, то есть не надо лазить, поднимать трансмиссию, переводить флажок. Всё, просто тумблер включил, зацепил, машина потянула, ты скорость включил, завёлся с буксиром. Если срочно машину запустить, есть такая система, ПВВ, она помогает запускать машину без использования котла в холодное время. Здесь компьютер помогает тебе работать. Снаружи очень много добавили на защиты. И тем хорошим, что не сильно много переделок внутри, тем, что любой 72-шник, тот, кто знает 72-ку хорошо, он в эту 72-ку залезет и спокойно себе. Поедет он, нужно дальше воевать. Не надо ему переучиваться, ничего не надо. В данном виде танка появилась защитная створка прицела. То есть ты отстрелял, закрылся, внутри прицел и поехал дальше, уже осколками, ничего не побьёт. И так же самое тепловизор докрывается. Тепловизор можно, не вылазив с люка наводчика, рукой дотянуться спокойно, закрыть, открыть и продолжать движение. Ну, динамическая защита комплексами уже появились или какими-то. То есть тут 10, 4С20 вложено, здесь вот бортовым 9 вложено. Что это такое, расскажи. 4С20 это взрывчатка, которая обвивает кумулятивную струю, рассеивает её. Ну, то есть при подлёте-разрыве она выбрасывает в обратную сторону. Да, выбрасывает либо в сторону, либо гасит уже. На этом на сегодня всё. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим всё.